всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я начинаю свой новый проект который я решила назвать тельняшка лючия почему лючия потому что вязать буду из пряжи лючия от фабрики comtex брала я эту пряжу в магазине пряжа настенька там была распродажа я не знаю сейчас осталось или нет так что я вам оставлю ссылку вы перейдете посмотрите и так пару слов о пряже по составу это лио цель вискоза эвкалипт 96 процентов и нейлон 4 процента то есть это пряжа летняя такая очень приятная на ощупь бархатистая что ли мне она понравилась безумно и я взяла тогда сразу два цвета знаю что я буду вязать тельняшку значит рекомендованные спицы от двойки до трех с половиной но я решила вязать на четвертом номере ну тут все эти значки вы сами видите не буду я их зачитывать вот такие два цвета я взяла это чисто белый прям на этикетке написано было отбеленный 002 номер на синим кстати все затерлась на этикетке я не вижу какой-то цвет цвет у него такой голубой голубой с бирюзовым вот то есть немножко цветопередача искажает здесь он более такой синим голубой она его он с бирюзовым немножко оттенком вот как я уже сказала тельняшку я задумала давно но никак не доходили руки до этого проекта потому что я не знала какую именно тельняшку связать я долго перелистывала фотографии в пинтересте на в просто в поиске на в яндекс картинках в инстаграме листала ленту но я не могла себе подобрать такую тельняшку которая бы вот прям запала в душу и буквально вчера случилось о чудо да я нашла ту тельняшку которая мне понравилась эту тельняшку вязала людмила я оставлю на нее все ссылки обязательно загляните в ее аккаунты и посмотрите из какой пряжи она вязала какая у нее получилась эта тельняшка а я за основу возьму форму той тельняшки и буду какие-то свои добавлять нюансы то есть ту же отделку я уже решила сделать по-другому в общем смотрите затем какое изделие получится у меня и вы знаете я хочу сказать почему именно на этой форме тельняшки я остановилась почему она мне так понравилось потому что я обожаю вязать сверху вниз целое единое изделие без какого-то сшивания и сбора деталей во вторых потому что это оверсайз оверсайз я полюбила уже давно мне нравится как смотрятся такие изделия на мне то есть это модно это стильно это эффектно и как-то по молодежному и в третьих я увидела что пряжа которую я подобрала будет хорошо себя вести именно в таком проекте и так первое что я сделал конечно же я связала образцы я посмотрела во первых как ведут себя спицы здесь я вязала на спицах три с половиной здесь на четверке и посмотрите какие идеально ровные петли получаются из этой пряжи я просто в восторге пряжа мне очень нравится я думаю что летом будет комфортно в этой тельняшки мне и так значит я определилась что спицы я буду использовать 4 номер то есть тройка она такая более плотная получается хотя полотно вот и там и там такой струящиеся красивая далее значит мы смотрим с вами с какой частотой менять цвет здесь у меня 4 ряда здесь 6 наверное я останавливаюсь на 6 рядах далее нужно попробовать каким способом делать прибавки вот здесь вот я делала один способ использовала там где белая полоса мне не понравились эти прибавки и вот здесь вот я уже попробовала второй способ здесь все хорошо получается то есть я на этом способе останавливаюсь покажу вам его чуть позже ну и отделка изделия я буду делать ее резинкой пока вот вижу это так возможно что-то в процессе у меня поменяется ну вот пока мне понравилось как выглядит здесь резинка 2 на 2 после того как вы свяжете образец обязательно измерьте его до того как пойдете стирать для того чтобы оценить садится пряжа или нет то есть вот так вот аккуратно расправляйте все края складывайте его на ровной поверхности и измеряете вертикально и горизонтально далее стираете и потом после того как образец высохнет снова делаете измерение и оцениваете садится пряжа или нет можно даже высчитать в процентном соотношении насколько произошла усадка либо наоборот растянулся образец то есть когда вы будете вязать свое изделие да например образец сел усадка у нас там 10 процентов когда вы связали свое изделие примерили казалось бы она уже на вас хорошо сидит и больше не надо вязать но вспомнив о том что у вас произойдет усадка вы еще эти 10 процентов должны в принципе будете довязать и теперь давайте быстро пробежимся по расчетам смотрите при спицах номер 4 плотность вязания у меня 2,6 петли и 3,6 ряда вот это моя плотность вязания дальше обхват шеи мне нужна широкая горловина приближенная к лодочке я взяла сантиметра примерила на себе какой обхват горловины мне будет хорошо и значит беру 60 сантиметров теперь мы можем определиться сколько петель нам набирать значит 60 сантиметров умножаем на плотность вязания 2 и 6 вот на эту и у меня получилось сто пятьдесят шесть петель сто пятьдесят шесть петель я буду набирать открытым набором и так вязать мы будем сверху вниз по принципу реглан погон то есть мое вязание будет бесшовным и теперь эти сто пятьдесят шесть петель я должна распределить и расставить маркеры на погоны я оставляю по три петли и здесь у меня остается по семьдесят пять петель так как у меня горловина будет лодочкой мне достаточно будет развернуться в погонах пару раз и наверное раза три я развернусь вот здесь вот спереди раз мы будем разворачиваться в погонах мы будем здесь делать прибавки со стороны спинки у нас петли значит будут прибавляться а в передней части останутся неизменными значит нам нужно здесь сделать корректировку если мы разворачиваемся два раза отсюда убираем две петли здесь прибавляем две петли и того для набора мне здесь нужны 73 петли а здесь 77 73 и 77 разница 4 петли то есть два раза мы развернемся в петлях погона у нас вот здесь прибавится две петли и здесь прибавится две петли соответственно вот эти четыре петли мы с вами скорректировали когда мы развернемся в погонах и перейдем уже на переднюю часть у нас петель будет одинаковое количество и на спинке и на полочке и так по поводу ростка нет наверное тут еще будет у меня одна точка разворота четыре точки разворота спереди и две точки разворота в рукавах то есть это у нас формируется росток и вырез горловины по переду раз два три четыре пять шесть шесть рядов умножить на 2 так как мы туда-сюда будем вязать это 12 рядов 12 умножить на 3 и 4 получится так прошу прощение не умножить разделить у нас получится три с половиной сантиметра то есть для выреза лодочка такого углубления горловины и ростка будет достаточно и теперь давайте порисуем как мы будем вязать начинаю я с белой нити поэтому розовым маркером рисуем вот здесь у нас первое точка разворота она у нас будет условной то здесь у нас начало ряда как будто бы мы отсюда вяжем то есть первый ряд смотрите то есть смотрите мы с вами набрали петли на дополнительную бросовую нить то есть открытым способом для того чтобы потом можно было скорректировать ширину горловины если вдруг что-то пойдет не так в следующем ряду мы с вами провязали этот ряд расставили вот в этих местах маркеры и будем считать что мы вот отсюда начали уже следующий ряд то есть мы вот от этой точки двигаемся с вами вот в эту точку и здесь делаем прибавки это мы вяжем лицевой ряд здесь мы делаем прибавки далее мы возвращаемся в изнаночном ряду во вторую поворотную точку и прибавки мы здесь не делаем вообще пока мы будем вязать вот этот реглан погон мы будем делать прибавки в каждом ряду но для того чтобы здесь не путаться мы с вами уже посчитали что у нас тут всего две петли прибавятся поэтому в изнаночном ряду здесь прибавки не делать ничего страшного из-за двух рядов тут не произойдет далее снова мы вяжем лицевой ряд делаем прибавки возвращаемся и уже уходим на перед снова в изнаночном ряду прибавки не делаем вот такая вот картинка все мы с вами росток получается по спинке вывязали дальше у нас пойдет углубление по переду вот в этом ряду когда мы уже вяжем из первой точки разворотной да кстати у меня здесь три петли 5 петель 7 и 9 вот через такое количество петель я углублялась в горловине то есть от первой точки мы с вами пошли вязать лицевой ряд пришли в первую точку вот здесь спереди и пока мы с вами шли мы сделали прибавки здесь 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 и здесь дальше мы возвращаемся в изнаночном ряду и точно также делаем прибавки то есть все мы дальше уже вяжем в каждом ряду делая прибавки вот таким образом со всех сторон сделали прибавки и теперь смотрите у нас с вами провязана 6 белых рядов а я как уже сказала определилась что у меня полоски будут по 6 рядов смену нити я буду делать вот в этом месте поэтому когда я вижу изнаночный ряд я вот в этом месте меняю нить на синюю и уже прихожу вот сюда синий ниточкой так дальше поехали вяжем следующий ряд приходим вот в эту точку здесь везде сделали прибавки это у нас был лицевой ряд в изнаночном ряду возвращаемся вот сюда пришли вот от этой поворотной петли мы отступили 7 петель и вот здесь остановились снова сделали разворот так здесь мы тоже делали везде прибавки пошли вязать обратно прибавки сделали то есть в каждом ряду теперь делаем прибавки и последний раз мы возвращаемся в изнаночном ряду смотрите пришли вот в эту точку развернулись не забыли сделать прибавки и уже в лицевом ряду идем делаем везде прибавки здесь проходим делаем прибавки дошли до вот этой точки но мы в ней не разворачиваемся она у нас условная точно так же как и вот эта первая точка разворота условно и мы считаем что мы как будто бы ее прошли и дальше мы замыкаемся в круг и вяжем уже по кругу и смотреть раз два три 4 5 вот этот ряд у нас 6 в следующем лицевом ряду мы меняем ниточку на белую все вот таким образом вяжется росток скорее всего это самая сложная часть расчетов будет для вас но там еще немножко мы с рукавом по химичим это уже будет в следующем видео и смотрите в данный момент у меня провязано именно то что я вам только что рисовала на схеме понятно то есть вот с белой полосы мы начинаем это конечно вот так вот но так как у меня на спицах но так как у меня леска короткая здесь не разложить все красиво то есть вот она у меня горловина наборный край так еще раз и вот вы видите у меня провязано то что я вам только что рисовала на схеме вот он наборный край то есть это у нас линия горловины дальше пошла белая полоса синяя полоса вот они наши развороты по переду таким образом это все вывязывается пока плохо все понятно конечно же это должно быть как-то вот так наверное но так как у меня леска короткая у меня не получится сейчас разложить вам широкую горловину лодочкой вот это примерно вот так итак смотрите я подошла к линии погона и сейчас покажу вам как я делаю прибавки то есть вот у меня до маркера остается одна петля из петли предыдущего ряда я вывязываю прибавку затем провязываю последнюю петлю переснимаю маркер здесь у нас идут три петли вагона снова переснимаю маркер и здесь с этой стороны в обратном порядке сначала провязываю петлю потом из петли предыдущего ряда делаю прибавку все вот таким образом делаю прибавки с двух сторон от маркеров то есть у меня три петли погона выделены маркером из двух сторон то есть по переду и по спинке делаются прибавки в каждом ряду все я надеюсь что для начала я вам дала уже очень много информации ищите пряжу начинайте вязать обязательно подпишитесь на канал если вы до сих пор это еще не сделали пишите свои вопросы в комментариях ну и увидимся в новых видео о моем проекте тельняшка лючия